Я очень давно хотела показать вам вот именно вот эту могилу. Но это не могила, это, видите, вот останки захоронены здесь. Это в память о принцессе Элизабет. Вот внизу написано. Это дочь короля Чарльза Первого. И ей было всего, по-моему, 13 лет. Она умерла. После того, как увидела, как на ее глазах казнили ее отца Чарльза Первого, вот в нашем, как раз здесь, дворце Карлсбург, я вам рассказывала об этом, по-моему, не знаю, точно поищу свое видео по этому поводу. Так вот, вы знаете, именно в этой церкви, в Ньюпорте, эта церковь у нас закрыта почти всегда. И я очень долго не могла в нее попасть. И это когда-то вот это вот именно надгробие, оно меня потрясло. Во-первых, своей красотой необычайной. И, во-вторых, когда я узнала, что произошло с этой бедной принцессой, она умерла, потому что была очень слабенькая там, по-моему, после того, как она увидела, как казнили ее отца, она в горячке там пролежала несколько дней, ну, и сказали, что она умерла от пневмонии. Вот я говорю, что ей было 13 или 14 лет. А этот вот как раз ее отец, Карл или Чарльз, как здесь говорят, Чарльз Первый, он попросил ее, чтобы она пришла, что он ей хотел там записку отдать, свою последнюю волю. И из-за этого только вот она приехала, она его очень любила. И он попросил, чтобы она присутствовала при его смерти, при его казни. И вот ее просто детская психика этого не выдержала. Но и еще такая интересная история, что ее могилу долго не могли найти. И только спустя 200 лет, представляете, вот королева Виктория случайно нашла захоронение этой принцессы Элизабет. И вот она его перенесла сюда, в эту церковь. И на надгробной плите, вот видите, здесь написано, что это в память о принцессе Элизабет, которая умерла в сентябре 1650 года, а была перезахоронена, найдена Викторией ее прах и перезахоронен только в 1856 году. То есть 206 лет она была в неведении. Ну и вот теперь вот такая вот красивая ей память. И Виктория, ну вот только благодаря королеве Виктории, Виктория написала даже там стихи, посвященные этой принцессе Элизабет. И долго, неизвестно, без имени, ее священная пыль спала, когда к могиле стертов пришел скорбящий и заплакал. Иди и прочитай, какое горе, и увидишь могилу ребенка Чарльза, мокрого от слез Виктории. Она была очень умная, она была очень красивая, она была воспитанная. Ну и вообще о ней много очень пишут историки, которые все это вспоминают. Вот так издалека выглядит ее здесь надгробье. Это с левой стороны от алтаря основного. Это вот эта вот церковь, как я сказала, в Ньюпорте. Она почти всегда закрыта. Вот я в нее попала чисто случайно, сразу побежала вам снять именно надгробье этой принцессы. С правой стороны от алтаря захоронен какой-то рыцарь. Возможно, тоже он кому-то известен. Сейчас я подойду и посмотрю, что там о нем написано. И вот я только отсюда вижу, что он умер в 1582 году. Написано, что это рыцарь сэр Эдвард де Хорси. Вот, кто может английский читать, пожалуйста, читайте. Я о нем ничего не знаю. Ну вот, единственное, кроме того, что он был рыцарем и что он погиб в 1582 году. Но вы знаете, я все-таки хотела вам показать вот именно принцессу. Ну а церковь это опять англиканская. Весьма обычная, как множество других в Англии. Вот единственное, почему я хотела ее вам показать и почему именно я вас сюда привела сегодня. Вот сейчас чисто случайно я попала. Я даже не подготовилась. У меня была с собой специальная бумага, в которой я записала слова и стихи Виктории, королеву Виктории, посвященной принцессе Элизабет. Но, к сожалению, я их вот совсем недавно выложила. Решила, наверное, что уже мне вам ее показать не удастся. Эта церковь была закрыта постоянно. Здесь вот макет этой церкви, как обычно. Он здесь такой огромный, железный. Толорец. Он закрыт. Но тоже очень старый. Это более 400 лет ему. Почему вдруг оказалось, эта церковь открыта сегодня? Сегодня у нас вторник. Она иногда открывается на утреннюю службу воскресенья. Но вот сегодня вторник, и она тем не менее открыта. Почему? Потому что здесь вот видите кофе-пати. Кофейная какая-то. Кофе-питие, да? Поэтому вот иногда благодаря таким кофейным обедам, кофейным церемониям, которые устраивают люди, вот открыта церковь, и можно ее посетить. Только так я смогла сюда попасть. С выйду покажу вам эту церковь. Я ее показывала вам уже много раз снаружи. Но вот внутри нет. Вот эта церковь снаружи. Церковь Святого Томаса. Она находится в центре Ньюпорта. Возле мемориального столба. Вот послушайте, как играет музыкант. Прекрасно гитарист. Не знаю, это музыка. Может быть, мне ее запретят опять на ютубе показывать. Ну, в общем, как вы понимаете, это центральная площадь города Ньюпорт. Так, яена. Продолжение следует. Подпишитесь, как играет музыка.